Роль Ивановцев в Великой Победе сложно недооценить. С первых дней войны наши земляки активно включились во всеобщее сопротивление. За пять лет добровольно и по мобилизации из региона ушли на фронт около 70 тысяч человек. 27 тысяч из них домой не вернулись. Такова была цена победы от нашей области. В перечне героев Советского Союза 158 ивановцев. Осенью 1941 года фашисты совсем близко подошли к границам региона. Иваново и прилегающие районы были объявлены тыловыми. В городе появились многочисленные бомбоубежища, во дворах сооружали укрытия, границы края укрепили дотами, дзотами и противотанковыми ежами. Один раз на территорию города даже сбрасывали бомбы. Все мужчины и женщины от 16 до 60 лет прошли обучение правилам противопожарной и противохимической обороны. На случай налетов вражеской авиации в городских районах и при крупных жилых домах были созданы боевые группы. Все мужчины от 16 до 50 лет, не попавшие на фронт, обязаны были носить оружие. В регионе развернулась сеть эвакуационных пунктов и госпиталей. Совершали наши земляки и трудовые подвиги. Только один меланжевый комбинат выпустил за годы войны 100 миллионов метров тканей, из которых можно было пошить форму на 12 миллионов бойцов. Ивановская область сыграла свою большую, незаметную, но очень важную роль. Это город Труженик, город, который без тыла не бывает победы на фронтах. 38 тысяч ивановцев были награждены медалью за самоотверженные труды в Великой Отечественной войне. Так что вот тыл, фронт, все сплелось и мы можем гордиться, что у нас и полководцы были, и замечательные фронтовики. Современные тимуровцы, старшеклассники 5-й средней школы города Кохмы сегодня на ответственном задании. Помогают облагородить территорию близ дома вдове участника войны. Труженица тыла Антонине Бедяевой. Пенсионерке 86 лет. Сама она уже не может ни копать, ни сажать, ни поливать. За работой молодежи наблюдает Славочки. На участке пенсионерки есть и грядки, и клумбы под цветы. Силами школьников и с помощью родственников должен получиться красивый сад. Наша цель помнить и чтить тех героев, которые принесли свой вклад во время Великой Отечественной войны. С всеми силами пытались защитить нас от немецко-фашистских захватчиков. И нашей работой мы помогаем, чем можем, всем тем, кто остался с тех времен. Конечно, пенсионерам сейчас нужно наше общение, наша поддержка, любые ласковые слова, которые они в наше время не получают. Когда началась война, Антонине Аркадьевне было 11 лет. Вместе с ровесниками она помогала рабочим на заводах, готовила, приносила еду. После учебы по распределению попала в Мурманск, где и познакомилась с моряком Александром Бедяевым. Он служил в военно-морском флоте с середины войны. Человек, рассказывает пенсионерка, был душевный, настоящий герой. Один раз чуть не утонул, подводная лодка, ну, в общем, одному кому-то так вот дернуло в голову, что он что-то вот нажал, что все же они всплыли. Вот. А потом они в основном вот очищали прибалтику от этих бандитов. Вместе пара прожила 50 лет счастливой жизни. На пенсии из Мурманска вернулись на родину, в Кохму, где супруг и умер. О войне пенсионерка вспоминает часто. От вражеских захватчиков погибли несколько близких Антонины Аркадьевны. У меня четыре двоюродных брата Кохомские здесь создали танковый экипаж еще в Финскую войну. Двое сразу же погибли. Они награждены высокими борьбы с наградами, двое орденом Ленина и двое орденом Красной Звезды. Вот. И вот чувство вот этого долга как-то вот в крови, что ли, она идет. Всю жизнь Антонина Бедяева работала на руководящих должностях. Никогда не останавливалась, всегда к чему-то стремилась и желаемого добивалась. Такой волевой характер закалила именно война. Ну, конечно, ей уже все тяжело делать. Ей все-таки 86 лет. Но в душе она, конечно, патриот. Она еще боец. Она борется за эту лужу, которую, чтобы у нас убрали. Она молодец. Закалка еще прежняя. Несмотря на почтенный возраст, она человек современный. Смотрит новости, читает газеты, следит за новостями. Будущее, рассказывает Антонина Аркадьевна, зависит от правильного воспитания молодежи. А правильное, значит, патриотическое. Обязательно нужно чувство патриотизма к родине. Обязательно. Сейчас это так. Мало об этом все же говорят. Ну, начали вроде уже как-то. Ну, надо обязательно родину защищать. Антонина Аркадьевна визитером очень рада. Для нее такие встречи – возможность вспомнить молодые годы, поговорить о любимом супруге. Не один год уже ждет пенсионерка в гости и кохомские власти. Каждую весну дом вдовы ветерана подтапливает талым снегом. На улице нет ливневой канализации. Воды подмывают фундамент. Из дома невозможно выйти. Пока от властей помощи нет. Даже накануне праздника. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.